У нас в Сибири 9 месяцев идет зима, вот это вот колено полностью разорвало. Такая водосточная система правильно функционировать не будет. В этом видео мы разберем 6 распространенных ошибок, которые допускают люди при монтаже водосточной системы. Это видео дополнение к предыдущему ролику, в котором мы рассказывали, как правильно нужно смонтировать водосточную систему, чтобы она нормально функционировала и долго служила для вас. Поэтому смотрите это видео внимательно, а если предыдущий выпуск не смотрели, то посмотрите и его. Итак, первая ошибка при монтаже водосточной системы, которую допускают очень многие люди, это горизонтальное расположение желобов. Желобы водосточной системы устанавливаются под небольшим уклоном, примерно 3-5 миллиметров на каждый метр. Это обеспечивает свободное стекание воды в сторону водосточной трубы. Если вы установите водосточные желобы горизонтально, то вода там будет застаиваться. А когда будут наступать морозы, эта вода будет еще и замерзать, расширяться, и она может повредить вашу водосточную систему. Вторая ошибка это неправильный подбор диаметра труб. Вот такие водосточные трубы диаметром 100 сантиметров подходят для ската кровли примерно 50 квадратов. Это рассчитано с небольшим запасом. То есть если у вас один скат кровли больше 50 квадратов, то тут следует предусмотреть либо несколько водосточных труб, либо увеличить сечение водосточной системы. Если вашей водосточной системы будет не хватать для потока воды с вашей кровли, то вода будет вытекать из желоба, соответственно все стены у вас будут мокрые и такая водосточная система правильно функционировать не будет. Желательно продумывать всю кровельную систему заранее. Например, если вы уже смонтировали кровлю, вам будет проблематично смонтировать длинные крюки водосточки. Придется поднимать нижние листы кровли. Или если слишком большой вынос металлочерепицы от лобовой доски, то придется срезать лишнюю часть. Этого всего можно избежать, если изначально все правильно спроектировать. Идеально будет, если край металлочерепицы будет находиться на 1-3 над желобом, и его условное продолжение не будет задевать водосток. Четвертое. Протечки у водостоков чаще всего образуются в местах соединения желобов. Чтобы максимально обезопасить себя от этой неприятности, необходимо использовать соединители с уплотнителем. Они обеспечат плотное прилегание всех элементов друг к другу. Помимо этого, все соединения металлической водосточной системы необходимо проходить кровельным герметиком. Неправильное расстояние между держателями желобов. Это то место, где не нужно экономить. У каждого производителя есть инструкция по монтажу своих водосточных систем. Как правило, для длинных крюков расстояние между ними составляет 60 см. У коротких крюков 50 см. Обязательно предварительно изучите инструкцию по монтажу от вашего производителя. Еще одной распространенной ошибкой является установка сливного колена очень близко к земле. Оптимальное расстояние от земли до колена должно быть примерно 20-30 см. Вот это вот сливное колено установили прям вплотную к земле. Видно, что здесь образовалась наледь. И вот это вот колено полностью разорвало. И то есть даже если немного приподнимите, капли с вот этого колена будут у вас стекать вниз и образовывать такую ледяную подушку. То есть и она еще может немного вверх расти. Поэтому 20-30 см это оптимально. А если установить сливное колено слишком высоко, то брызги от сливного колена будут разбрызгиваться и загрязнять ваш фасад. То есть нужно устанавливать на оптимальном расстоянии, либо чтобы вот эта вода стекала куда-нибудь в бочку или куда-то еще. Редактор субтитров А.Семкин